Ирина Саулина Какая серьезность Да, она хорошо, видите, обязательный элемент проходит Подсечка с ровной ногой Немножко было А, кстати, вот немножко висящие на коленях Оп, ошибочка Вот кимоно, оно чуть-чуть скрадывает такие всякие мелкие ошибки Но это там надо увидеть Судяк увидит, пошли наверняка Судьи видят, немножко, конечно, согнутые колени можно подмаскировать Иногда спортсмены этим пользуются А как? Причем делают специально более широкие штаны Не додержала Вот, ухватить, ухватила ногу Но не удержала Две секунды положенные, поэтому будет снижение И это ей сильно помешает У нее будет оценка из-за этого ниже, чем у Светланы Журкиной За это ее судей накажет Хотя делает неплохо Видно, что тоже, оп, тоже ошибка Тоже не додержала Да, не засчитают, потому что двух секунд не было Она не зафиксировала и не продержала А это грубые ошибки Это нужно делать Это нужно держать Есть обязательные вещи И вот вся эта эмоциональность, она как бы Уже не вытащит оценку здесь Хотя, в принципе, если была бы Техника без ошибок, то было бы первое место Молодец Приятно смотреть Хорошая техника Дао, но ошибки в обязательных элементах В равновесиях Две грубые ошибки Разножка Разножка с приходом в позицию Дзо Паньбу В позицию Сидя Достаточно сложный элемент Вот здесь она хорошо приняла, но, видите, не додержала положенные две секунды И чуть не потеряла меч, кстати, после этого Да, и чуть не потеряла меч И это вот ошибки, за которые она Ну да, Глеб, вы знаете, вы были правы Оценка 8.81 Общая И она, конечно, проигрывает С Игланией Журкиной Вот судейская бригада из 10 судей, вы видите Которые, кстати, меняются Каждые несколько Судьи меняются, да У нас судят эти соревнования 4 судьи международной категории Мехти Мехтиев Мехти Мехтиев Москвич, воспитанник Надежды Макась Ну все-таки давайте мы расскажем нашим телезрителям, как обещали, про оружие То, что, в общем, интересно Оружие изготавливается специально Это, как иногда спрашивают, боевое, небоевое Это стальное оружие Оно изготавливается из стали У него есть ребро жесткости И что говорить о том, что можно им пораниться Конечно, риск есть, если неправильно делать Есть частое рассечение на тренировках Нужно быть очень аккуратным Значит, у взрослых оно более жесткое У юниоров более гибкое, более мягкое Вот этот тонкий кончик Тонко прокатанный кончик мячей Он щелкает определенным образом при выполнении ударов мячом вперед И это показатель приложения силы Без этого, судим, будет трудно разобраться Насколько сильное движение Вроде руку выставил То есть, вот этот лязг Да, это лязг, оно, то есть, принципиальное Вот, видите, этот движение К нему определяется правильно или неправильно Произведен прокол Прокалывание мячом И мячом дао и дзянь Точно так же Таких мячей три, насколько я имею в виду Да, таких мячей три и наньдао Вот в движениях джадао и цизянь Вот в прокалываниях или ударах вперед Этот звук, он принципиальный По нему делается заключение о правильности Вот, кстати, по изяо, да? Хлопок по ноге Он тоже показывает, насколько сильный удар Потому что там, где хлопок, там должна быть цель Если это поединок То есть, все это завязано на функцию этого движения Оружие подгоняется под вес спортсмена Оно везется специально из Китая Федерацию Шу-России Эти поставки организует для региональных отделений И уже по весу подбирается Заливается свинец в рукоять И уравновешивается кистью специальной Вот этой Или платками в дал Это обязательное требование Да, это обязательное требование Это для того, чтобы отцентровать правильно Меч, чтобы он правильно вращался Ну что ж, закончил свое выступление Мехти-Мехтиев Оценка у него не очень высокая Сейчас посмотрим на табло 7,41 Ну, это юниоры Это юниоры, поэтому тут ничего страшного нету Поработать Сейчас вы видите среди судей Ольгу Долгих Абсолютную чемпионку Европы Одной из первых В 92-м году она стала абсолютной чемпионкой Европы Первый раз поехала команда тогда на чемпионат Европы И сразу привезла абсолютную чемпионку Сейчас она уже на тренерской работе И судья международной категории У нее есть уже масса хороших учеников А вот и один из лидеров по юниорам Радик Зарипов Короче, неплохо выступил В первый день соревнований Смотрите, какое Как мы Четкие у него движения Великолепная гунфу Техника Мастерство Оп Маховая сальда с поворотом на 2 С твистом И вот великолепно он делает Достаточно ровно приходит Хотя ноги не одновременно коснулись ковра За это маленькое будет снижение Оп Не докрутил Не докрутил 45 градусов не докрутил Но поправился так Уже мастер Хоть и молодой, но мастер И так поправил Скажем, не очень явно Но некоторые спортсмены Особенно это видно у юниоров Когда не хватает мастерства Пытаемся работать хитростью Они пытаются маскировать Неточный приход в позы Продолжением композиции Судьи это, конечно, видят Ну вот сейчас-то было видно Пускай из носа и пошел дальше Ну правильно, в принципе Может и Конечно, нужно же как-то было Выходить из положения Не падать же и не останавливаться Вот у него это получается То есть он уже знает, как это делается Видите, с равновесием проблемы какие Сложно, сложно Вот вам результат Все, равновесие не будет засчитанное И он там умудрился И накоптать себе Десятки 2-3 Не меньше Готовясь к равновесию Он натоптал И равновесие не смог удержать Вот коварные Очень коварные эти элементы Это, конечно, непросто Но этим и интересное соревнование Конечно А вот, кстати, те платки О которых вы говорили На данном конкретном мяче Они тоже нужны Тоже для противовеса Для центровки Они немножечко тормозят Движение рукояти Поскольку лезвие тяжелее И за счет этого достигаются Вот такие плавные движения Ваньхуа Восьмерки Вот эти, которые Спортсмен делает Вообще Да, извиняюсь Я чуть-чуть вас перебью, Глеб Оценка у него 8.83 Намного выше Ну вот, если бы не то самое топтание Он бы был, конечно, в девятке Вообще, я уже хотел сказать Что Радик выступает С оружием для взрослых Оно более тяжелое Он специально выбрал Это разрешается правилами Но он выбрал более тяжелое оружие Чтобы уже сейчас Начать ставить кисть Для взрослых соревнований Молодец А не рано? Как считаете? Это тренер решает и он Вот Владлен Пак У него юниорское Оружие гибкое совсем Оно легкое И такой шелест характерный издает А у Зарипова был уже взрослый меч Вы видите, да? Да, совсем другой звук Это, конечно, усложняет задачу Зарипова Но и, конечно, ему будет легче Потом выступать среди взрослых А вот подсечка-то не очень 900 градусов было А вот подсечки-то не было Был такой пистолетик, согнутый ногой Понимаете? И тоже здесь критично Не просто провернуться На определенное количество градусов Но и сделать подсечку То есть ускориться вначале И сделать ее правильно То есть показать, что ты сбился Ты можешь высечь ноги Из-под противника А он этого не сделал Хотя такой интересный спортсмен Владлен Пак Санкт-Петербургская школа Тренер Света Родионова Судья республиканской категории Она сама была еще Бронзовым призером чемпионата СССР Это ее воспитанник Хороший парень Я думаю, что в юниорскую сборную Он попадет И будет защищать цвета России На Кубке Европы Которая будет проходить Одновременно с чемпионатом В сентябре в Москве Есть вот у него что-то Такое, что делает Интересно Мало выступления Но при этом у него Видите, хорошая связка Красивая такая Хорошая связка Несмотря на то, что на маховом сальпе Ноги у нее были согнуты Да, вот мелкие ошибки есть Да и низко, по-хорошему С недоработки тренера Я думаю, что ничего страшного Молодой парень Когда мы смотрим на юниоров И видим такие ошибки В этом нет абсолютно ничего криминального Мы понимаем, что они будут справлены Это болезнь роста Это придет с годами Конечно Вот она Отсечка 900 градусов чисто прошел Но, к сожалению, не было необходимой силы Кстати, 900 градусов Это максимум Которое разрешено крутить И самое сложное Ну, а оценка Пакова Длина 8,91 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому